Я могу понять, что вы сферилизм, это принесло, что вы сферилизм. Именно в ваших местах, которые я не рада, вы сферилизм. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из компании ООО МФК ЦФП «Вива. Деньги». Меня зовут Клепикова Кристина Анатольевна. Разговор записывается. Елена Юрьевна, верно? Верно. По поводу вашей просроченной задолженности, звоним. 3967 рублей на сегодняшний день к оплате. 23 день просрочки, почему не оплачиваете? Денег нет. Что у вас случилось-то? Ну, я не думаю, что нам стоит с вами это обсуждать. Почему? Потому что это, наверное, мое личное дело, как я могу с незнакомым человеком обсуждать это. Ну, вы же оплату должны производить? Вы же в курсе? Возможно. Вы первый раз к нам обратились. 23 день просрочки допустили. Ни одной оплаты. В чем же причина? Это мое личное дело. Не считаю нужным это с вами обсуждать. Ну, а как же вы планируете оплачивать? Да не знаю. Может, и не планирую. Почему? Ну, потому что денег нет, очевидно же. Ну, вы работаете? Возможно. В картинг. Там работаете, да? Возможно. Ага, вы не знаете, да? Работаете вы? Я не считаю нужным с вами это обсуждать. И на манипуляции дешевые не поддаюсь. А на какие манипуляции это? Ну, вот эти вы не знаете. Это ж манипуляция была. Ну, считайте как нужным. Елена Юрьевна, вы же знаете, да, компания вправе переступить. Право требований по вашему долгу. Да, ради бога. Электрическое агентство с вами будет работать. Вы готовы оплачивать-то вообще? Да я же, такая ответила уже. Нет. Оплата от вас поступает или нет? Ну, а компания требует уже сегодня оплату произвести. Ну, пусть требует. А вы чего ждете от Елены Юрьевны? У моря погода. Вы, наверное, много займов набрали, да? Сейчас вот так нигде не оплачиваете. Ничего еще, да, никаких действий не предпринималось? Вы ждете всего этого, да? Чего этого? Последствий. Последствий, да, жду с нетерпением. Я так люблю последствия. Вы, наверное, не сталкивались с этим просто? Да, сталкивалась. Видимо. Неоднократно. Ну, так не напугало меня это. Почему вы это делаете? Ничего страшного? Угу. Ну, если денег нет, почему не призанимаете? Так а зачем? Чтобы оплачивать. Так а зачем? Что зачем? Чтобы вернуть денежные средства. Так а зачем мне это надо? Ну, вы их взяли, взяли. И? Мы перед вами свои обязанности выполнили. Вы почему-то решили, что имейте право. Обязательство. Вы почему-то решили, что можете не оплачивать. Наверное, возможно, возможно, упиваю своей безнаказанностью. Не исключено. Ага. Ну, я вас услышала, Елена Юрьевна. Лучше бы выполнили. То есть вы отказываетесь от оплаты, правильно? Так уже сказала вам несколько раз, сколько можно повторять. Номер телефона у вас единственный, дополнительного нет? Да, достаточно этого. Угу. Проживаете? Не исключено. Ну, куда вам письма-то отправлять? Ну, куда хотите туда отправляйте. Угу. Замечательно. Ожидайте последствия, отказывайте фиксирование. Ожидайте, так же последствия. Пока. Данный разговор имеет решающее значение. Хе-хе-хе. Здравствуйте. Да-да. Чего? Алексеевна, это вы? Вообще ничего не поняла. Еще раз. Она Алексеевна, это кто я спрашиваю? А, это я. Я вас слышу через слово. Вы кто? Компания Эмбарсерна, специалист Маги Марии Николаевны, ведется запись разговора. Алена Алексеевна, звоним вам по вашим обязательствам. Компания МОКО. По задолженности у вас образовалась. Просрочка в днях составляет 70 дней. Четыре активных рассрочки у вас. МОКО оформляли. Сумма по задолженности общая составляет 26 731 рубль 45 копеек. Оплату необходимо произвести по требованию кредитора. 12 декабря включительно. Крайняя дата для оплаты. Постепает оплата от вас? А зачем мне это с вами обсуждать? А с кем вы это будете обсуждать, Алексеевна? Я планировала это обсудить с Владимиром Владимировичем Путиным. Алена Алексеевна, если, соответственно, вас так волнует вопрос, вы можете обсуждать. Можно, да, вы мне разрешаете? На законодательном уровне сейчас будете решать непосредственно данный вопрос компании МВА. На каком основании вы этого требуете? На основании агентского договора 158. Замечательно. Доказательства предоставьте, а потом требуете что-то, ладно? Алена Алексеевна, вам поступали сомнезоведомления? Сомнезоведомления не является доказательством, особенно от вашей компании. Ну вот смотрите, давайте включим с вами... Вот смотрите, здравый смысл. Послушайте, нет, стоп, вы будете говорить в другом месте. Вот когда... Наша компания работает в рамках законодательства. Смотрите, здравый смысл. Здравый смысл. Теперь, я понимаю, что для вас это невозможно и понятное совосудование, но вам все-таки придется смириться с тем, что здравый смысл должен преобладать. Да, смотрите, я ничего совершенно не знаю о вашей компании. Вы адекватная институционная комиссия, а Кукуха где? Вам всего доброго, до свидания. Маня, разговор записывается. Да, здравствуйте. Займили компания, Донзо Скай, Назаренко, Виктория Николаевна Зубкина. Ирина Юрьевна, а вы по какой причине теперь не получаете свой займ? Жадность. Жадность чего? Что, чего? Ну, жадность, в смысле жадность. В прямом смысле жадность. Я так конструктивно разговариваю, хорошо, предметно. Какой смысл? Ну, что, я же сам друг, что в этом, ну, как чужие. Я вот взрослею, и мои глаза их не покажут, правда. Вы знаете, мне абсолютно недифферентно, каким образом я в ваших глазах выгляжу. Это не имеет для меня совершенно никакого значения. Елена Юрьевна, от этого долг меньше не станет. Ну, и не увеличится. Ну, и не увеличится. Не увеличится-то, понятное дело, в рамках только закона. Вопрос, когда вы деньги вернете. Я слушаю, что последовало тому, чтобы не платить свой займ? Острый приступ хронической жадности. То есть вы не готовы к диалогу, правильно? Не знаю. Что значит «готовы к диалогу»? В вашей голове это что обозначает? В вашей голове что это обозначает? В вашей. Я еще раз говорю, аккуратнее слова выговариваю. Аккуратнее слова выбирать. Я выбираю те слова, которые считаю нужны. Это проблема психологического характера, правильно? У вас проблема психологического характера, но это заметно, в принципе. Я вам как-то заметила. Ну, судя по тому, как вы строите предложение, как вы пытаетесь пассивно-агрессивно доминировать, я понимаю, что у вас, наверное, какой-то комплекс есть. Куча. Слушайте, уважаемые. Я же не буду говорить о ваших смешностях, вы с мамой так поговорите. Нет, я с вами так буду разговаривать. У меня мама не смешная, а вы смешная. Я не знаю вашу маму. Ну, так, а чего вы тогда говорите, чтобы я ей говорила, что она смешная? Коседичка, нужно зарабатывать денег в 48 лет. Идите, попросите у мамы денег, чтобы она не очень зарабатывает. Ой, не нужно. Если вы не хотите, чтобы незнакомые люди вам говорили, куда вам идти, вам не стоит говорить им, что делать. Идите, родственники, мы вам помочь, я им перед вами. Хорошо, до свидания. Давай, мразь, пока. Здравствуйте. Слушай, Лена Юрьевна. Представьтесь. Компания «Баофинансы», специалист Кузьмичева Галина Васильевна, ведется за разговором. Лена Юрьевна. Звонок поступил по вопросу задолженности перед банком МТС. Нецелевой потребительский кредит, действующий договор, с 29 октября 2020 года образовалась просроченная задолженность. 20 671 рубль 66 копеек на 10 декабря сумма долга. Данную сумму вам нужно оплатить, чтобы вернуться в график платежей. Скажите, оплата поступит на ваш расчетный счет сегодня, 12 декабря? Намерена эту сумму оплатить. Елена Юрьевна, вам нужно решать вопрос по оплате с этой суммой. А кто вы для меня, чтобы мне рассказывать, что мне нужно, а что мне не нужно? Кто вы такая? Елена Юрьевна, на данный момент мы являемся официальными представителями банком МТС на основании 1550 гражданского фондовика. Банк МТС даже не удосуждился уведомления прислать. Такие вы специальные представители? Вот даже они на вас плюнули. Я говорю, официальные. А, официальные. Официальные вы будете в тот момент, когда уведомление придет. А пока вы шаромыжники с большой дороги. Елена Юрьевна. Вы должны прекратить говорить людям, что им делать, если вы не хотите слушать. Куда вам идти? Зафиксируйте себе закупок лучше и проверните на щелчка. Данный разговор является доказательством вашей осведомленности. Информация отправляется в юридический отдел банка Интери. Ой, чучело какое. О том, что у вас имеется долг, и вам нужно подождать данные задолженности. Че наляпало тебе, Дуреха? Че наляпало? Разговаривать так будете со своей дочерью, со своей мамой услышали? В ближайшее время готовить, чтобы будет обучение перед суд или переуступка права прибыла. Давай, все, сходи. Для сохранения конфиденциальности должны быть ответа и пенотрать. Здравствуйте, я слушаю. Алена Алексеевна, представьтесь. Это вы? Вы сначала представьтесь, кто вы? Что еще раз? Я говорю, представьтесь. Вежливые люди, когда звонят по телефону с незнакомых номеров, они сначала представляются, а потом задают вопрос. Очень печально, что вас приходится учить вежливости. Слышу, по возрасту, вы не девочка давно, а учиться вам еще и учиться. Я, я. Задолженность у вас перед компанией МОКО по переводу на карту. Четыре договора. Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать тысяч рублей сорок пять копеек. Семьдесят пять дней просылочки. Можно внести сегодня, шестнадцатого декабря. Оплата поступает. На основании чего вы хотите услышать ответ? Оплата в компанию МОКО поступает от вас сегодня. На основании чего вы хотите услышать ответ? Ну, вы ничего не думаете с предыдущих правдов, нет? А мне зачем что-то придумывать? Вы думаете, вы стоите того, чтобы с вами как-то импровизировать? Вы на предыдущие вопросы пока еще ответы не придумали. Поэтому давайте не будем. Вы когда-то бываете настроены на конструктивные диалоги? С такими, как вы? Нет, никогда. Я всегда настроена только на деструктивные диалоги. На каком основании вы? Что на каком основании? Пользуйтесь чужими действиями. Вы кто такая? Вы кто такая? С каких пор вот это проходимцы телефонные задают в подобном тоне вопросы? Кто вам право? Кто вам дал право жить за счетно-профинансовой компании? Я не нуждаюсь, деточка, деточка. Я не нуждаюсь в вашей сентенции совершенно. Вы, если бы ваша пасть закрывалась бы хотя бы иногда, вы бы услышали, в чем я не нуждаюсь. Да-да, что такое моя кошечка? Что такое моя недоразвитая деточка? Что случилось? Что такое моя злайка? И вы будете воспитание учить? Ой, тебе-бой-бой. Воспитание учить. Вас еще рано воспитание учить. Вас сначала русскому языку надо научить, потом уже к воспитанию переходить. Вопросы в долгах. Ой, как обидно вам стало. А в какой момент, вы мне скажите, вы мне скажите, деточка, а в какой момент и отчего вам обидно стало, что вас так забомбило? Что вы начали так визжать, вот это вот возмущаться? Что случилось? Куда-то что-то случилось у вас? Или что? Что произошло, кошечка? Просто таких, как вы, слушаешь и просто не узнаешь, как люди могут так вести. Да, а и поэтому вы работаете на этой работенке, чтобы почаще слушать таких, как я, да? А мне нравятся таких, как вы, слушаю. Вы прежде всего женщины. И пусть в моих вас, чтобы как не было логики. Логики, я не умею, ведь по-другому, да? Вы себя ведете неадекватно, да. Ну вот смотрите, я, по вашему мнению, вот сейчас у нас двоих, вот и... Тихо, тихо, тихо. Вы все и перекусили. Смотрите, по-вашему, я вижу себя неадекватно. Вы позвонили неадекватному... Ой, неадекватно. Для соединения с оператором, оставайтесь на линии. Да, здравствуйте. Я слушаю. ОМКК 4 финанс, компания Вивас, отдел досудебного взыскания, Илокин Аксений Сергеевна. Разговор записывается. Андреевич? Да. Кем вам приходится он? На каком основании вы задаете какие вопросов? На таком основании, потому что вы отвечаете по чужому номеру телефона. А куда вы знаете, что это чужой номер телефона? И звонок поступает Андрею Андреевичу. Но вы же слышите... Не фиксировал ни один разговор. Регистрация была на данный номер телефона. Ну, как вы слышите, вы уже не сейчас разговариваете. И я не думаю, что вы вправе задавать подобного рода вопросы. Ну, вправе задавать подобного рода вопросы. Кто вам дал такое право? Да. Добрый день. Да, да. Здравствуйте. Меня зовут Федорова Юлия Юрьевна, старший специалист департамент. Я не просто очень за должность. Олег Вячеславов, это вы? Это мы. Ваша задолженность была 77 дней не вступать. По вашему счету. Банк сегодня-завтра долг закрыть. Вы готовы к данным вопросам? А я прошла идентификацию? Да, вы подтвердили, что это вы. А почему предыдущие звонящие, а я отвечала ровно точно так же, а они сказали, что я не прошла идентификацию? Ну, я не могу анализировать. Сейчас перейдем. Ну, так у вас получается, нет, подождите, у вас получаются какие-то двойные стандарты, у вас есть какой-то регламент в компании или нет? У нас есть. Нет, прошли департамент, подтвердили, что это вы. Вы сказали, да. Я так не сказала, я сказала, это мы. Да, вы сказали, да, это мы. Я сказала, это мы, да. Ну, вот, и я, я вот поэтому и спрашиваю у вас, предыдущим звонящим, я задавала те же самые вопросы, вот, почему для вас... Я не берусь в конструкцию, у вас в предыдущем звонящем, вы берете... Регламент, регламент, есть в вашей компании или нет? Вы просто звоните третий раз за день, слушайте, вы мне не будете говорить, окей? Слушайте, вы там где-то, в подворотне, где вы привыкли общаться, будете говорить, хорошо? Сейчас мы не будем ни о чем говорить, потому что вы звоните третий раз за день. Я фиксирую это все и с удовольствием направлю... Четыре раза? Это кто вам разрешил четыре раза звонить? Третий раз могут вам позвонить. Кто вам разрешил звонить такое количество раз? Мы сами разрешили. Вы сами разрешили? Фамилия ваша громкая и четкая под запись разговора. Если у вас нет идентификации, если у вас нет взаимодействия... Индентификации? Индентификация у вас проходит по утрам в одном злачном месте, видимо. Если вы... Если мы... Нет такого в законах, в законах такого нет, это вы сами выдумали. Александр Вячеславович, нет, есть понятие взаимодействия, есть понимание... Где прописаны эти понятия? Федеральный закон 230. Лжете, не прописано понятие взаимодействия в этом законе. Есть понятие взаимодействия. Где прописано понятие взаимодействия? Где прописано, что такое взаимодействие? Вы говорите, что это написано. Назовите мне четко, быстро статью, в которой написано, что вы имеете право звонить мне 10 раз, если вы по вашему мнению не... Закрой же ты пасть свою, ничтожество, закрой ты... Ты ничтожество, закрой свою пасть. Закрой вонючую свою пасть и больше никогда не открывай. Такие мрази конченые, хуже Альфа-банка сейчас нет никого, охеревшие просто. Вы что там в себя поверили? Я вас быстро там всех на место поставлю. Курица, тебе никто не разрешал пасть открывать, свой клюв свой открывать, тебе не разрешала я. Закройся, конструктивно закройся сейчас, слушай внимательно, что тебе скажут сейчас. Курица ты конченая, охерели просто, мрази. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Да. Компания М. Басина, специалист административного взыскания. Официальная Екатерина Игоревна ведется в записи разговора. Елена Юрьевна? Да, да. Вы же эти должницы перед банком МТС принесли в административному взысканию. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А кто меня должницей-то назначил? Договоры вы подписали 2 июня 2014 года. Кто назначил меня должницей? Как вас там? Официальный административного взыскания. Давайте, пожалуйста, без истерики. Понимаю, что вы должницей, но все у вас решено. Все у вас благополучно. Это, смотрите, это получается у вас такая пассивно-агрессивная позиция, вы начали разговор с оскорблений. Вы тогда являетесь телефонной звонилкой. Давайте 1-1. Это констатация факта. Констатация факта. Вы телефонная звонилка. Констатация факта. Теперь берите листочек с ручкой и записывайте, что никакого административного взыскания. Взыскания в рамках оболья, как и вы, не существует административное взыскание. Это вид ответственности за административное правонарушение. Такие, как вы, не имеют абсолютно никакого отношения. Никто пока еще наличие некого обязательства не доказал. Это все исключить создательный взыскания. Больная какая, а? Неадекватная просто. Вас там откуда из какого вольера вас выпускают? Вы чего? Откуда вы из какого собачника вообще появились? Чудо ты. Откуда ты? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...